Прикольный штативчик. А почему это не везде обо всем? Потому что все-таки я буду снимать это как просто поездку. Так что приятного вам просмотра, наслаждайтесь. Погнали. В аэропорт мы выехали пол четвертого утра. Вылет у нас был из Шереметьево. Короче, мы летим вот с этой, вот с этой, вот с этой. Уже начинается рассвет, хотя сейчас только 4.13. Летим мы авиакомпанией Россия, но у нас с ней какая-то путаница. Мы хотели лететь туда в экономе, но без еды, а обратно в эконом плюс и с едой. Но в итоге получилось все как-то очень странно, и поэтому мы сытые получили питание по пути туда, а обратно в итоге летели в эконом плюс, но без питания. Когда мы прилетели в Анталию, было безумно жарко. В Москве было плюс 20, а здесь плюс 34. Едем в отель, ехать больше часа. Мы заселились в отель в виде деревни. У нас был двухэтажный домик. На каждом из этажей по два номера. У нас было два номера на втором этаже. Возможно, я неправильно произнесу, но отель назывался Кимера's Park Holiday Village. Итак, в нашем номере двуспальная кровать. Односпальная. Такой вот туалет. Мыло, всякие шапочки, шампуни, всякие кондиционеры. Рядом с одиночной такой кроватью, значит, чаи, всякие сахара, пластиковые стаканчики, огромная бутылка воды, в холодильнике еще две бутылки воды, больше там ничего нет. Чайник. И вот такие вот удобные полочки. В принципе, номер очень удобный и кондиционер, слава богу, работает хорошо. Вместо 34 у нас здесь в номере хорошо и прохладно. Значит, вот у нас такой еще балкончик есть. Короче, также у нас есть телек, пультик от кондиционера, пультик от телека в таких пакетах. Свет, розетки всякие, зеркало, но и освещение здесь прикольное. Ты куда на мое место легла? Еще в номере есть сейф. Итак, море. Такая прозрачная вода. Дромадная какая. Больше всего мне нравится в номере освещения, оно достаточно прикольное. Вообще, вот это самое южное место, оно здесь твердый достаточно матрас. Здесь двухспальная кровать, но матрас мягкий. Еще мне нравится вот такая штука, типа я нажимаю включить свет, и здесь включается вот такая вот штука. То есть это не просто картинка какая-то, а это именно свет такой. Утром второго дня мы встали часов, наверное, в шесть, и решили пойти купаться. Среди кучи домиков текла вот такая речка, и стояли качели перед ней. Можно было посидеть и погайфовать. На территории этой деревни отеля располагалось несколько босинов и баров, в которых можно было попить мохито, спрайт, там всякие алкогольные напитки. А также было несколько кафешек, где сделали там пиццы, бургеры. Все это бесплатно, и еще у нас бесплатно был завтрак, обед и ужин включенный. Причем в виде шведского стола. А вставали иногда мы даже раньше шести утра, чтобы посмотреть на восход солнца. Реально, посмотрите, как это красиво. Едем в Анталию. Собираемся сейчас гулять и смотреть на достопримечательности. В машине, которую мы арендовали, была подсветка потолка, и когда мы заезжали в туннель, это смотрелось еще круче. Ну вот мы и приехали в Анталию. Короче, турецкое мороженое, самое лучшее мороженое в мире, оно так вкусно тянется. Когда мы гуляли по Анталии, на одной из улочек кошки свалили на нас воду и корм. А пока мы гуляем, я расскажу вам про достопримечательности, которые здесь есть. Например, старый город. По нему мы гуляли, он находится в центре Анталии и славится своими узкими извилистыми улочками, а история его восходит ко временам Древнего Рима. Вторая достопримечательность – это Старая Гавань. В принципе, туда мы и приехали в самом начале прогулки по Анталии. Здесь можно арендовать катер или купить билет на экскурсию. Третья достопримечательность – археологический музей Анталии, который хранит более 12 тысяч экспонатов и является одним из крупнейших и наиболее важных музеев во всей Турции. Четвертая важная достопримечательность – это ворота Адриана. Это местная триумфальная арка, которая была построена в 130 году н.э. и названа в честь римского императора Адриана. Пятая достопримечательность – башня Хадерлык. Построена во II веке н.э., высота 14 метров, а из жителя никто и не знает, какая была ее основная функция. Хотя предположений очень много. На самом деле еще очень много древних городов, водопадов, источников. Но если я о каждом буду рассказывать, вы будете мне слушать час, а может и больше. Ну и, пожалуй, последняя достопримечательность, которую большинство туристов проходят мимо, когда гуляют по Анталии – это мечеть-минарет Ивли. Построена она в 1230 году. Пристроенная к минорету мечеть XIV века до сих пор используется по назначению. Напротив минорета вообще можно увидеть часовню Османской эпохи. Раскопки около мечети. А на самом деле все очень красиво, очень прикольно, но есть один минус. Очень, очень и очень душно. Здесь даже охладиться нечем, потому что ветра мало. Вот, мы сейчас идем охладиться в кафешку какую-нибудь, погуляем немного. Продолжение следует... Мы гуляли по Анталии весь день. В конце дня мы очень устали, но все-таки были довольны поездкой. На следующий день мы решили попробовать Адрексон, который пользуется популярностью на любом курорте. Называется он парасейлинг. Его еще называют экстремальным видом отдыха. Представьте себе парашют с одним или двумя людьми, привязанный к катеру. Вот вам и парасейлинг. Многие хотят на этот аттракцион, чтобы снять красивый вид. Многие, чтобы получить кучу эмоций. А многие и за тем, и за другим. Разумеется, катер скоростной. Но иначе не получится набрать нужную скорость, и парашют просто плюхнется в море. В Турции взлет прямо с берега запрещен, поэтому катер вынужден отплывать на какое-то расстояние от берега. И уже потом парашют начинает летать прямо с катера. Я нашел стоимость данного развлечения за один полет. Удивительно, но она начинается от 2000 рублей. При том, что, как правило, в большинстве случаев она начинается от 5-7 тысяч рублей. Но, как вы понимаете, кто ищет, тот всегда найдет. Следующий наш день был последним, и уже днем мы поехали в аэропорт. В этот раз у меня не получилось сделать видео, как все остальные, когда я посещаю достопримечательности, а когда я в нескольких местах. В этот раз я был только в двух местах и посетил мало достопримечательностей. Но, если вам видеоролики такого типа понравятся, то, конечно же, я буду выкладывать их еще. Но, поскольку видео слишком короткое, идет примерно 10 минут, пока мы садимся в самолет, держите котиков. Да, кстати, лететь примерно 3,5 часа. Как я и говорил в начале ролика, обратно мы летели эконом плюс. Между экономом и экономом плюс разница в стоимости не огромная, а в комфорте большая. Ну, вот и Шереметьево. Ну, а на этом все. Если вам ролик понравился, ставьте лайк, нажимайте колокольчик, подписывайтесь на канал. И до встречи в следующих роликах. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok